В целом тема шоппинга, тема развития гардероба и тема контекста в стилях и тема эстетического развития – это те темы, к которым я возвращаюсь постоянно и довольно много, в том числе открытых материалов на моем ютубовском канале. Поэтому рекомендую туда тоже заглянуть, посмотреть на тему лайфстайла и в материалах клуба клиентов. Там каждая вторая тема на вот такую более теоретическую, стратегическую составляющую в стиле. Мы часто стиль подавали как какое-то клише, которое можно применить, и образы подавали как варианты клише. Современный фьюжн-стиль допускает большую степень вариативности, и клише фактически изживает себя. Много раз уже объяснал почему. И поэтому планировать развитие вашего гардероба необходимо с пониманием того настроения, которое вы хотите в этом гардеробе выразить. Поэтому первое, что необходимо сделать, и это нужно сделать в ближайшее время, можете начинать прямо сейчас, создайте мутборд. В классическом представлении мутборд – это доска, на которой крепятся разные фотографии, кусочки ткани, засушенные цветочки, все что угодно, что может вдохновить дизайнера, и так или иначе создает определенное настроение. Когда дизайнер приступает к работе над коллекцией, глядя на мутборд, он рисует мутовые эскизы. Это схематичные, упрощенные, грубые эскизы, которые показывают первое яркое впечатление, которое должен произвести образ. К примеру, это женщина в платье длиной в пол яркого оранжевого цвета, то есть она как язык пламени произвелиться. И, соответственно, это будет простой эскиз, который будет просто показывать яркий цвет. Или, наоборот, это женщина, утонченная, напоминающая жительницу подводного царства. И первый эскиз будет показывать эти пропорции, эту узкую талию, эти вытянутые руки, вытянутые ноги, как в последней прижизненной коллекции МакКвинов. После этого есть у дизайнера такое понятие, как фрейм коллекции. То есть для того, чтобы вещи продавались, они должны соответствовать определенному запросу, циклопотреблению это называется. Грубо говоря, дизайнер понимает, что он работает на женщин определенного возраста, с определенными фигурами, с определенным уровнем достатка и определенными вкусами. И, к примеру, глядя на модборд, он видит красивый серо-зеленый тенок камня. Он понимает, что его можно красиво сочетать с каким-то полупрозрачным материалом яркого насыщенного спортивного цвета, к примеру, ярким лимонным. И, глядя на фрейм коллекции, понимает, что ему нужно с этим сочетанием создать платье-футляр, коктейльное платье, бомбер и, возможно, какую-то обувь. Платье-футляр совсем не смотрится в таком сочетании, а вот коктейльное платье и бомбер – очень интересное сочетание в коллекции. То есть, одна и та же идея в коктейльном платье и в каком-то кэжуальном спортивном предмете. И это формирует ценностность коллекции, но при этом позволяет создавать яркие, оригинальные, необычные вещи. И насыщает коллекцию не просто вариациями на тему, как это было еще 10 лет назад у Прада. Вот у нас такой твит, значит, вот вам юбка-карандаш, юбка-гаде, юбка-трапеция из этого твида, платье-футляр с длинным рукавом, с коротким рукавом из этого же твида, легкое пальто, короткое пальто, пальто под пояс, пальто-трапеция, и все из одного и того же материала. Получается, что люди в разных предметах из одной коллекции выглядят почему-то одинаково, как это было с коллекцией у Доченька Банна всегда. Сейчас, наоборот, современный дизайн позволяет в рамках одной коллекции создать органичные, сочетаемые, но при этом абсолютно разные предметы. И все начинается с нутборда. Для того, чтобы получить современный разнообразный гардероб, необходимо сначала отталкиваться от настроения, которое вы имеете. Я понимаю, что вы не будете у себя дома вешать эту доску и клеить на нее всякий мусор, всякое барахло, но заведите себе Pinterest и просто заходите на Pinterest в время, когда у вас есть там свободный 15 нут, это замечательный таймкилинг, смотрите ленту и добавляйте в свои тематические доски, обувь, головные уборы, бижутерия, верхняя одежда, просто красивые картинки. То, что вам нравится. И в конце месяца периодически открываете, смотрите, что вы там сохраняли. И через 2-3 месяца вы увидите, что проявятся какие-то ярко выраженные черты, которые вам всегда нравятся, которые вас всегда вдохновляют. И это именно то, что придет вас в одежде. То есть в первом месяце это будет не так явно, но вы откройте мутборд и посмотрите, такое все пестрое, насколько пестрое, что мне именно нравится в пестром. Какое-то должно быть пестрое. И в психологии это называется оценочная категория. Вы видите что-то и начинаете об этом думать. В следующий раз, встречая пеструю картинку, вы будете задумываться, это то пестрое, которое мне нравится, либо не то пестрое, которое мне нравится. И сравнивая похожее, вы оттачиваете вкус. И через 2-3 месяца у вас формируется довольно однотипный мутборд. И это, собственно, те цвета, принты, фактуры, которые вы будете видеть в своем будущем гардеробе. Задайте основной курс своему стилю. Сопоставьте предметы в мутборде с вашим циклом потребления. То есть, грубо говоря, вы можете работать с утра до ночи, еще перерабатывая в офисе, но при этом сохраняя себе романтических платьев с кружевом. Должно ли романтическое платье с кружевом, в первую очередь, появиться в вашем гардеробе, если вы его так хотите? Нет, оно не соответствует вашему циклу потребления. Если вы не планируете менять свой образ жизни, то это эксперимент, но не самый эффективный, не самый экономный. Подумайте, где в офисном стиле вы можете использовать романтическое кружево. Прозрачное, довольно плотное, бежевое, либо другого пастельного оттенка блуза, в сочетании с того же оттенка кружевным, закрытым широким бюстгалтером, либо мальчикой. Так, чтобы кружево чуть-чуть просвечивалось, но места, где ткань от него отходит, было незаметно. Это пикантно, но при этом будет работать в офисном образе, не будет выглядеть вульгарно, но при этом отдаст дай романтическому типажу. И так вы получаете совершенно новое звучание своего романтического стиля. То есть вы отталкиваясь от романтического платья, примерив это платье на свой образ жизни, вы понимаете, что у вас есть такая фишка, как пикантная сексуальность, ускользающая романтика и какая-то целомудренная чистота. И это вот и есть тот основной курс, который формируется снова же на уровне ассоциаций и ощущений. Парализировав все это, отобравьте предметы, которые вы хотите видеть в своем гардеробе, и подумав, как идею других предметов можно примерить вашу циклу потребления, разделите сильных на слабых. Есть вещи, идеи, фактуры, цвета, которые обращают на себя всегда в первую очередь внимание. Есть то, что выглядит более нейтрально и раскрывается только с правильным соседом. И если вы смотрите, являясь классическим типажом на свою подборку, и видите, что у вас там совсем нет вот этого оригинального асимметричного грубого кроя, но при этом очень много грубых фактур. И в то же время присутствуют какие-то вкрапления ярких цветов, там, фуксия, электрик. Вы понимаете, что в одном образе они не подружатся, потому что и то, и другое – это сильные предметы, предметы, которые обращают на себя внимание, чтобы они сработали, они должны доминировать в образе. Соответственно, вы не должны планировать покупку лус в ярких цветах, а свитеров с выраженной фактурой в светлых цветах. Они не будут сочетаться. Если вы видите противоречивые яркие тренды, то эти тренды должны сочетаться в одной категории. То есть, грубая фактура яркий цвет – у вас должно быть пальто из критчатого твида и пальто яркого горчичного цвета. Тогда предметы, которые будут идти под пальто, свитера, платья, рубашки, вы автоматически будете выбирать более нейтральными, используя более нейтральные идеи. А предметы, которые будут дополнять образ, когда вы снимаете пальто – это какая-то бижутерия, мелкие аксессуары. Наоборот, должны добавлять образу пикантности, но скорее за счет фактуры. Соответственно, туфли-сумочки вы покупаете из позже экзота, либо просто какой-то необычной фактуры. И вот у вас уже довольно четко сформированный фрейм закупки. То есть, вы идете в магазин, встречая коричневые туфли, красивые в вашем цвете, но понимаете, нет, это слабые туфли, мне нужны сильные туфли, потому что у меня в основном сильные туфли в гардеробе. Следующее. Адекватно оценивайте срок службы. Мужчины сейчас покупают одежду так, как будто они покупают ее на всю жизнь. С женщинами ситуация немного иная. Они покупают одежду как сиюминутное настроение. И выбирая новую, модную, яркую, сильную вещь, адекватно оценивайте срок службы этой вещи. К примеру, если это атлас, атлас дольше одного-двух сезонов в современном синтетическом не проживет. Поэтому, покупая атласную блузу определенного оттенка под пальто, понимайте, что вам нужно две блузы разных оттенков, чтобы, когда одна выйдет с оборота, было что носить, была какая-то вторая. И в то же время, если вы покупаете сумку дорогого бренда, то вы понимаете, что у нее срок службы вообще неограничены. И, соответственно, вы подбираете ее таким образом, чтобы, если вы ставите задачу рационализировать гардероб, подбираете ее таким образом, чтобы ее было легче сочетать. И получается, что вот блузочки у нас, которые выходят быстро из оборотов, могут быть ярче, экстравагантнее, необычнее, а то, что носится долго, по объективным причинам, должно быть, наоборот, более универсальным. Сделайте обновления ежемесячными. Для того, чтобы поход в магазин для вас не стал рутиной, для вас не был стрессом, а наоборот, стал сначала рутиной, а потом веселой игрой, обязательно каждый месяц балуйте себя какими-то покупками. Даже если в этот месяц фикроскопический бюджет, пойдите купите себе яркую, необычную помаду, которую никогда не носили. Для женщины эта цикличность очень важна. Чувствует какое-то постоянное обновление, и даже мелкие, но яркие детали, стоящие недорого, могут заставить вас иначе взглянуть на предмет в вашем гардеробе. То есть у вас, к примеру, висело голубое платье, которое одно откровенно бледно на вас смотрелось, тут вы дошли, купили за 500 рублей яркую помаду цвета фуксия, да еще и с каким-то глиттером, и вы понимаете, что в таком сочетании это смотрится очень круто. И это раскрывает новые грани вашей внешности. И для того, чтобы в это втянуться, нужно делать это регулярно. Если бюджет позволяет, можно покупать себе каждую неделю, либо какую-то мелочь из бижутерии, либо какой-то мелкий аксессуар, либо какую-то яркую косметику. И это позволяет не застаиваться в стиле, и если вы постоянно меняетесь, у вас не возникает неудовлетворенности собственной внешностью. Об этой теме я подробно чуть позже поговорю на открытом занятии, которое будет на следующей неделе. Но, в общем, если вы недоволен своей внешностью, значит, вам нужно каждую неделю покупать новую помаду. И тогда это пройдет. Ищите поводы. Пробуйте новые контексты, когда у вас начнут появляться новые предметы гардероба, когда вы начнете видеть изменения в своем стиле, планируйте себе выходы. Найдите мероприятие, на которое вы очень хотите пойти. Оно анонсировано за полгода, и вы понимаете, что вы там хотите выглядеть эффектно, хотите выделиться, хотите соответствовать контексту. И готовьтесь к этому мероприятию. Вот это ожидание, оно очень подогревает, очень дисциплинирует и давит спокойную уверенность в день самого мероприятия. Вот эта спокойная уверенность и есть женская сексуальность. Фотографируйте себя. Почему? Для того, чтобы потом пересматривать свои фотографии и видеть, как менялось ваше настроение. Вспоминая какие-то дни, какие-то моменты жизни, вы как будто ощущаете эмоциональное обновление, эмоциональную перезагрузку и очищаетесь от накопленных, от эмоционального смога. И если вы фотографируете себя ежедневно, даже в те дни, когда вы считаете, что выглядите не очень, вы потом можете найти эту отекшую фотографию и просто поржать. Чаще делайте комплименты. В нашей менталитете, в нашей культуре люди не умеют давать фидбэк, не умеют давать фидбэк адекватно. Человеку, который начинает меняться, начинает улучшаться, чаще завидует и даже если его поддерживают, даже если оценивают мнения как положительными, хвалит, считается медвечным. Поэтому сами первые чаще делайте комплименты к вашим. И постоянные друзья, сотрудники, зная, что вы регулярно делаете комплименты удачным выходкам, найдут в себе силы делать комплименты вам в ответ. И это очень сильно эмоционально поддерживает. Вот, собственно, такой фрейм планирования развития гардероба от настроения мода до коммуникации, архивирования. Продолжение следует... Продолжение следует...